В Питере дождик, 19 августа. Мы вылетаем сегодня в Калининград. Забыли снять хорошее вступление, вот такое спонтанное уже с автобусом. Ариакомпания Победа. Ну что, мы снова на Сейшелах? Какие красивые. Немножко даже курортно пахнет. Как? Немножко курортно пахнет. Ну так это курорт. Ну что, ребята, прибыли в Калининградскую обувь. Я уже выиграла соточку. Мария уже выиграла соточку, там на карусельках красная и черная. Я поставил на черную, Мария на красную. Рюкзачок наш выпал на красную. Мы сняли квартиру несколько ночей в городе Зеленоградске. Потом еще на пару дней в Балтийск переберемся. Сейчас вот вызвали такси, сядем на такси, поедем. Другого транспорта подходящего до Зеленоградска из-за аэропорта нет. Ну что за курортница? Шляп не хватает. Добрались буквально минут за десять из аэропорта. Все близко. Вот в каком-то из этих домиков мы остановимся. Итак, мы заселились в Зеленоградске. Небольшой рум-тур по квартире. Вот здесь у нас кухня с балкона. Там прячется маней. Ну, в общем, простая однокомнатная квартира. Вышли на прогулку вечернюю в городе Зеленоградске. Народу тут, конечно, друзья мои, я вам скажу, жесть. Такой вот движ тут мощный. Ну, как впечатление so far? Да, сложно сказать. Очень много людей. Ах, ладно, написано температура воды 22 градуса. Народ чуть-чуть купается, но мы пока не рискуем. 20 градусов даже, да. Ну, как она поправляется. У нас поздний ужин первого дня. По питерскому пол-тринадцатого. Потому что спать, а мы бы поедем. Продолжается наш отдых в Зеленоградске. Я сразу же начал издеваться над Марией, посадил ее на велосипед. Сейчас едем на Куршскую косу. Здесь сделали велодорожку, но пока не по всей косе, а до поселка Лесной. Мы с грехом пополам добрались до сюда. Доедем до Лесного и там, наверное, зачилим на пляжу. Не стали там оставаться, чуть-чуть слишком много народу. Сейчас попробуем где-нибудь на косе поудачнее местечко найти. Прохладненько Марией. Я вижу, она сейчас занырнет. Ну-ка. Опа! Вот так. Вот так вот. Ну, не Сейшелы, конечно, не Сейшелы. Что ж! Отдохнули, искупались. Пора поехать обратно в Зеленоградске. Пора Сдали лесопеды, идем искать где поесть, поужинать или позднее пообедать. А, сковородка. И мы нашли кафешку, где никого нет рядом с церковью. Взяли пиццу для начала, пиво и вино. Вино, Мария говорит, очень теплое. Снял пиццу, а главное блюдо снять забыл. Да, вот такой вот блогер. Хреновый. Новое утро, новый день. Сегодня мы планируем посетить город Светлогорск. Идем на ЖД вокзал. Сегодня прохладно. Сегодня прохладно, да. Купаться не будем. Нет, не будем. Не знаю, какой скажете. Так, мы приехали в Светлогорск. Чуть не оставили электричке, ласточке, сумку. Вовремя похвачили. Проходи. Проходи. До сюда. Вот эта стройка там идет. Ну что такое? Ну вот и виды. Фантастические. На мувную делают еще какую-то, да, Демли? Ну да, видим. 50 рублей того стоило. Виды на полтинничек. Случился лютый пейл. Вся набережная в реставрации, в реконструкции. Погуляли. Народ купается, загорает, хотя сейчас ветряно и холодно. Взяли крендель, я, правда, его уже весь съел. Осталась половинка кренделя. Остался бублик. Может пусть родители покупают тут? Александр Иванович. Андрей Валентинович. Давайте это. Попробуй. Кто? Кто? На кружку. Финкар. Кто? 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В архитектурном комплексе Фридландских ворот находится одноименный музей с историко-краевической экспозицией. Мы пришли в музей, в Фридландские ворота. Доспехи рыцарей Тевтонского ордена. Приблизительно 15-й, начало 16-го века. Добро пожаловать в Тетю Сверху. Гуляли, гуляли, проголодались. Зашли поесть. Поели. Но только не поспали. Ну не поспали. Продолжаем прогулку. Ждем смотреть достопримечательность Калининграда. Какие? Остров Ивануила Канта. Что там будет? Мне нужно превью. В Светлогорск ее привез. Там все в ремонте. В Калининград Кёнигсберг привез. Тут тоже все в ремонте. Ну что ты будешь делать? Почему так неудачно получилось? Кажется, надо везти меня куда-нибудь в теплые края все-таки. Где нечего ремонтировать, да? Я только пляжи и пальмы. Да. Да. Трудные вопросы. Допускаем чем-то кулак. Кончивается. Пьянебо. Фото и видеосъемка. Поезд. Электричку. Что-то. Так, сегодня среда. 23 августа. Мы перебрались в город Балтийск. Самый западный город Российской Федерации. Проведем здесь следующие 2 или 3 дня. Долго ехали. Долго ехали. Два с половиной часа на автобусе. Но ничего, нормально. Заселились в Балтийске. Вышли пообедать. Вот может быть без штропанов по-старорусски с чемпиньоном. Невозможно. Водится здесь значительно теплее. Я искупался. Весь день в кровати провели. Три часа дня. Мы только выходим на улицу. Только голод нас заставил подняться с постели. Но это настоящий отпуск. Вот эти вот ваши. С самого утра на велосипедах там куда-то ехать. А вот это вот. А вот ты прямо не выходаешь. Отобедали в столовой. Идем погулять по городу Балтийске. До центра дойдем. Возможно. Погода хорошая. 20 градусов. Солнечно. Прекрасные августовские денечки. Настроение хорошее. Библиотека. Интересно, она действует? Ну, свет горит внутри. Значит, действует. Вокзальчик вот в городе Балтийске. Ленин тут такой. Сзади администрация города. Статки крепости Пилау, построенной в 17 веке, которая дала основу городу Балтийске, который тогда назывался, до 1946 года назывался Пилау. Да, киноклуб явно уже не функционирует. Лодка сомалийских пиратов. Ты смотри. Там Балтийская коса, противоположный берег. Мы туда завтра поедем. О, это смотри. Давай поднимемся, посмотрим, что до внутрь можно зайти. Совершили небольшую прогулочку. Можно идти опять валяться, да? Кофе. Ну, может быть, кофе попить еще. Балтийский местный кинотеатр. Киноконцертный зал. Я читал, что здесь Корнелюк выступал. Знаете, кто такой Корнелюк? Игорь. Да? У нас с Марией сейчас будет романтик с вином, с видом на Балтийский закант. Прекрасно, я считаю. Ну, как вам наш отдых? Неактивный. Это самый лучший отдых, когда он неактивный. Пятница. Пятница. Поехать на Балтийскую косу. Посмотреть, что там. Поиздеваться над морей. Чуть не успели на паром, поэтому попробуем на каком-нибудь катерочке договориться переплыть. Надо переплыть небольшой пролив. Мы на Балтийской косе зашли в интересный музейчик. Сейчас арендовали велосипеды. И едем смотреть на заброшенный аэродром. Ну, еще какие-то различные военные, не только объекты, которые здесь находятся, сохранились со времен Второй мировой войны. Вот это едет мое чудо. Моя краса. Это ангары для гидросамолетов. Вот здесь вот бухточка, в которой находилась гидрогавань. Пять, кажется, ангаров здесь таких. Моя Мария, видимо, написала здесь когда-то. Кто-то наблюдает за нами. Кто это стоит там? Кто это стоит? Это она. Моя краса. Это взлетно-посадочная полоса. Тут их две. Они под 45 градусов друг к другу расположены, чтобы при любом направлении ветра самолеты могли взлетать. Но, наверное, сами плиты полосы, это уже они переложены были после 46-го года, когда здесь базировалась уже авиация Советского Союза. Глубь косы буквально километра на 3-4 можно заехать. Потом начинается уже приграничная зона. Поэтому покатаемся еще в этой площади. Посмотрим, что здесь есть. Идем в место под названием Ржавый город. Это заброшенные склады были, боеприпасы. Они были замаскированы под жилой квартал, чтобы их не бомбили. Вот, а что там сейчас, узнаем. Да, да, все принимают. Так, ладно, что по поводу кем-то? Да, выстрелами не было. Тут должен проходить фестиваль постапокалиптический. Форт Западный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что же, подходит к концу наш отпуск. Идем искупаться в Балтийское море. Завтра уже выезжаем домой. Мария объелась. Еле дышит. Не знаю, слышно или нет, но интересный очень звук издает песок. А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Эта пальма прямо из моря растет. Пальчик? Красный. Почпись пришла. Так, вот у меня только частичка. Заканчивается наш отпуск в Ленинградской области. Всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик. Все как обычно. Присоединяюсь. Мама, папа, привет.